В рамках Республиканской конференции кардиологов более 250 лучших специалистов Беларуси собрались в Бресте, чтобы обсудить проблему сердечно-сосудистых заболеваний. Вопросы поднимались только самые важные и актуальные. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно COVID-19 становится причиной роста патологии сердца. Поэтому один из основных вопросов для обсуждения на конференции – постковидный синдром. Еще одна немаловажная проблема – отбор пациентов на кардиохирургические вмешательства. Если COVID-19 спадает, второй волной идет осложнение, которое она с собой несет. И вне зависимости от того, легко, либо тяжело пациент переносил COVID-инфекцию, осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы неминуемо. Поэтому сегодня такое важное значение уделяется именно этому направлению. Ну и, конечно же, болезнь системы кровообращения является основной социально значимой патологией. За период постковида удельный вес умерших по причине болезни системы кровообращения вырос с 55% в общей структуре смертности до 60%. 60% населения страны, такая статистика и у нас в области, погибают от болезни системы кровообращения. Отбор пациентов на кардиохирургические вмешательства мы пока немножечко отстаем в этом плане. То есть при необходимости где-то тысячи операций на миллион населения у нас выполняется около 350. То есть совершенно необходимо усилить и увеличить первичный отбор пациентов на кардиохирургические вмешательства. Сегодня в Беларуси уделяется большое внимание развитию новых технологий и тенденций в борьбе с сердечно-сосудистыми факторами риска. Брестская область – одна из лучших логистических структур для возможности оказания помощи пациентам с патологией сердца. Созданы кардиологические межрайонные центры в городах Баранович и Пинск, Брест. Оказывается, весь спектр высокотехнологичных методик до имплантации устройств и эндоваскулярной хирургии, кардиохирургии. Я думаю, что эта конференция даст еще больше развития службе, и мы сможем противодействовать вызовам времени, противодействовать последствиям ковид-инфекции и спасти как возможно больше наших граждан. Расслаивающая аневризма аорты – патология, которая может быстро привести к смерти даже при оптимальном лечении. Если происходит полный разрыв стенки аорты, происходит огромная и быстрая кровопотеря. Смертность в результате составляет 80%, а половина пациентов умирают до попадания в больницу. И несмотря на все старания врачей, а за 2021 год в Беларуси сделано порядка 16 тысяч операций на сердце, план все равно полностью не выполняется. Именно поэтому заместитель директора РНПЦ «Кардиология» Юрий Островский поднял острую тему в своем докладе. Если говорить о чистой хирургии, то есть сложных операциях, которые не только жизнеспасающие, особенно экстренные операции. То, что сегодня я буду рассказывать, и по расслаивающим аневризмам аорты – практически смертельная патология. Но открытой хирургии сердца это явно недостаточно, для того, чтобы население чувствовало себя достаточно комфортно и защищенно. Очень важный элемент состоит в том, что сама ковидная эра, она внесла очень серьезный такой вклад, с учетом того, что мы не выполняли то количество операций, которые необходимы, даже в первую очередь плановые, конечно, операции. Остался огромный долг. И вот этот долг, не скажу, что висит домокловым мечом, но нам придется значительно больше увеличивать количество операций, значительно увеличивать количество операций, потому что непрооперированная вовремя патология сердца, оно, конечно, отразится на не только жизни, но и качестве жизни пациентов, и в этом-то и состоит большая проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире умирает порядка 18 миллионов человек из-за сердечно-сосудистых заболеваний. А это приблизительно 49 тысяч людей в день. Поэтому каждому прямо сейчас стоит задуматься о своем здоровье, питании, вредных привычках. Ведь именно все эти пункты в совокупности приводят к серьезным последствиям.